итак всем здрасте значит обзор сегодня на сигареты хотел сказать на пиво толстяк хмельное значит крепкое пиво вот 7 и 7 градусов как уже наверное заметили такой вот пиво я пью ну по крайней мере полторашки взять второй раз за последний там сколько год с чем-то короче второй раз я уберу в полторашки то есть вот я купил его в одном из недорогих магазинов что-то за 103 рубля всего лишь 103 рубля грубо говоря полторашка хотя здесь литр 300 или 200 даже литр 200 были вообще пиздец чё за полторашки стали сука делать литр 200 блять литр 300 нахуй где вот раньше 2009 году 2008 году блять делали реально 1 и 5 ровно прямо блять даже не 450 а ровно полтора делаю теперь блять литр 200 но он видите наверно у меня камера хреновый литр 200 тара блять 104 или 103 рубля что-то где-то вот так но этот магазин недорого еще была в дорогих наверно подороже будет стоить в крупных супермаркетах скорее всего будет рублей 130 вот я уже почти половину выпил по шарам не дало короче меня немного развязало ладно похрен версия хмельной значит традиции пивоварения пивоварение и отменные качества углеводов 4 здесь написано сразу на 100 грамм так экстрактивность 16 алкоголь 77 вода питьевая соло пивоварение ячменный ячмень глюкозно-фруктозный сироп хмель хмели продукты вот и все это а бмб фефест изготавливает как так ну его вот если с чем его можно сравнить например да это пиво я думаю это знаете какой пиво из разряда примерно его можно сравнить с пивом арсенальной крепкой примерно то есть здесь уровень примерно пиво арсенальной крепкой ну плюс-минус вот если есть чем-то его и сравнивать то скорее с арсенальным крепким его надо сравнивать вот можно и с медведем конечно сравнить с белым медведем там и так далее ну-ка пена здесь сразу не очень то есть она и в первые разы не очень было то есть когда только бутылку открыл как то так запах в принципе неплохой блядь у меня уже живот забит просто я уже пить не могу нахуй а так в целом короче если вкратце да то для крепкого пива не самый плохой вариант вот если вкратце то можно сказать так не самый плохой вариант в принципе можно пить даже я вам сказал что еще сказать да по поводу градуса капелька с чувствует спирта блять но очень слабо то есть вообще прям незначительно грубо говоря короче спиртом она особо не отдает так прямо совсем права чуть-чуть чувствуется такое спиртяжное но очень кое-как то есть в этом плане хорошо ну тут наверно скорее всего глюкозный фруктозный сироп помешал ощутить именно этот спиртовой привкус как бы и так далее есть сравнится арсенальным то мне кажется вот в арсенальном там ровно 7 градусов тут 7 и 7 это то есть крепче до но мне кажется моли с них 이걸 или одинаково вот все равно да или даже с арсенального может быть даже еще и сильнее пени но почему ты с ученом deployment почему то так кажется литина то есть мне кажется арсенального сия 7 рома кроусь мне кажется ему посильнее даже пеняешь ты знаешь чем с этого толстяка я не знаю почему так вот ну градусов ощущается где-то здесь я не даже не знаю на 7 с половиной да плюс минус 7 7 может даже меньше то есть но но не больше больше 7 7 здесь не ощущается где-то от 7 до 7 с половиной где-то так здесь ощущается по градус по ощущениям вот как будто бы то есть градусов чуть меньше даже чем написано по вкусу во первых легкая сладковатость есть такая мизерная не сильная спиртовой привкус еще раз говорю такой тоже незначительный вообще абсолютно но вкус как обычно у нашего российского крепкого пива простой как ничего суперского нет в принципе отвратного тоже ничего не чувствуется вот этот вот солодовый хрень вся блять немного хмеля чувствуется с него хмелеешь кстати а вот он маневе хмельное не зря называется наверное хмеля здесь в составе немало ну скажем так нормальное количество для крепкого пива я не знаю такой приятный простой в принципе вкус спиртяжность я еще говорю мизерная горчинка там какая-то мизерная тоже кое-как и мизерная сладковатость вот и все в остальном здесь просто в основе идет такая солодовый вкус вот и все с легким хмельными каким-то оттенками но не сказать что здесь какие-то изысканные нотки есть вкуса нет как как ему это как и во всех каких-то пиво российских в принципе отвратности никакой не вызывает но это пиво такое ближе к дешевой серии идет то есть вот это пиво не дорогое не супер качественное то есть такое знаете простенькое пиво но которые за свои деньги нормально вполне то есть то 103 рубля тот полторашка в принципе стоит нормально чем меня раздражает то что блять половина вот это вот кончилось за вот это вот литр 200 блядь бутылки половину кончилось сейчас уже как будто бы казаться казаться и никакой нихрена не осталось ну пену вы сами видели пены вообще ни о чем и даже блять как будто газация выдохлась блеся уже не знаю вот плане газации пены это пиво хреноватое все в принципе я не знаю что еще говорить я как бы стараюсь обзор не затянуть как бы пиво в принципе нормальное за свои деньги только вот все как бы такой бюджетный вариант но достойный бюджетный вариант скажем так вот так можно пить можно брать вполне сравните с арсенальным какой из них лучше ну тут уже блять я не знаю чем-то арсенале лучше чем ты это лучше то есть в арсенальном меньше чувствуется как бы сладости вот оно такое более простое более водянистый что я не знаю как сказать ну как бы более это как бы послаще скажем так вот и соответственно может кому-то за приятнее чем арсенальное арсенальное же немножко как будто бы ну без сахаров то есть ну как будто бы блять его пьешь там сахара не чувствуется там просто водянистый пивной вот этот вкус а здесь вот именно пивной вкус и с легким сахарами как будто бы что с одной стороны улучшает питье процесс питья да и с одной стороны с другой стороны прибавляет какой-то вкус ну и так далее ну короче кому-то нравится легкий сладость и вы кому-то нет это я уже не знаю если вообще нужно что без сладости то лучше арсенальное соответственно если не против легкой силковатости то вот этот толстяк пойдет а так уровень арсенального крепкого здесь еще раз говорю то есть арсенальный крепкой вот блять единственный самый самый нормальный вариант с чем его можно сравнить похоже на арсенальной крепкой по качеству в целом если брать но еще раз говорю тут сладость а там там ее не было почти пьянешних примерно одинаково хотя там 7 градусов здесь 7 7 плюс минус как-то так все обзор такой но в принципе это брать можно и пить ну как бы если кому надо крепкой за свои деньги вообще лучше конечно светлый пиво все пока